Миллионы по моим подсчетам в течение года. Поэтому я считаю, это неэффективно вообще. Пусть Сергей Семенович остается при муниципалитете, вывезти его на, пусть занимается. Ему досталось, конечно, очень много. Там наследство огромное. Он до сих пор, по-моему, развести не может это все. Но мы должны не упускать, я предлагаю вообще вынести этот вопрос на голосование не сегодня, а вернуться на следующей сессии вот к этому вопросу. Потому что сегодня мы этот вопрос не решили. Смолк и барах. С колеса. Уважаемые депутаты, продолжаем работать. Есть вопросы, которые перед вами. И можно предложение вынести на голосование? Ну и, естественно, поступило предложение. Игнея Викторовича. Поэтому я считаю, что это предложение просто принять надо к сведению. Почему так? Давайте вынести на голосование. Почему к сведению? Это депутатская депутат. Это депутатская депутат. Поэтому я голосую. Что вы меня постоянно говорите? Давайте будем голосовать. Игнея Викторовича. Это же вопрос на заметок. Вашистом году был, тогда же прокуратура вывезла протест. Что два архитражных суда. Три. Или три. Состоялось три архитражных суда. Архитражный суд, власти, власти признала, что вот это подозрело комитет со всеми пределы правого поля. Значит, и протест. Будет прокуратура суда. Это же вопрос чего не смотрится. Нет, я могу ответить на все вопросы. Если бы вы получили, то мы сейчас по этому пункту примем решение, потом комментарии используем. Продолжение следует... До октября 2001 года до 31 декабря 2007 года земельный участок, находящий в государстве или муниципальной собственности, предоставлялся в лесу в аренду для жилищного строительства, комплексного основания в целях жилищного строительства на основании заявлений без проведения торгов. Если представление земельного участка в таком лесу предусмотрено с соглашением, заключенным таким лицом с исполнительным органом государственной власти или органом местного управления, при одновременном соблюдении следующих условий. Это первое соглашение должно быть заключено до 30 декабря 2004 года, второе соглашение предусмотрено таким лицом передачи жилых помещений, сноса объектов капитального строительства, строительства, коммуникации или социальной инфраструктуры. Что касается выделения участков, что Евгений Викторович обращает внимание по выделению автомобильного домка, автомобильного участка вообще не выделялись, выделялись участки дома строя, выделено не 800 участков, не знаю откуда такие цифры здесь берутся. Согласно первому было действительно около 800 участков, но под выделенные участки попала действующая коллекция, участки были исключены и также заболоченная местность. И на сегодняшний раз осталось, если не помню, 423 полном участка. Я не понимаю откуда берутся суммы 800 миллионов. Сначала был миллиард, сегодня 800 миллионов. Или это с потолка берутся, или еще откуда. Специально по этому вопросу, после комиссии, я заказал оценку данной земли. Оценку в случае продажи земли и в случае ее сдачи в аренду торгов. При продаже данной земли бюджет получил около 90 миллионов. При аренде, по несмемнению заключенную аренду ежегодно около 12 миллионов. Оценка по уровню у меня есть, с собой даже оценку я взял специально, на случай продажи. Если кому интересно, можно, конечно, эту оценку посмотреть. Поэтому данные цифры, которые здесь звучат со стороны депутата Копани, я считаю, необоснованы. Это просто слова с потолка. Если вы говорите, называйте так и цифры, дайте расчеты. Дайте расчеты депутатам. Я сегодня могу привести и дать оценки, то есть предоставить отчет независимым оценщикам. Сегодня с Дома устроя у нас прошли суды. Мы выиграли суды в Челябинске по применению коэффициента. Выиграли суды здесь, я уверен. По взысканию задолженности вчера уже принято решение наложения ареста на счета Дома устроя, на имущество и также на все сделки. Поэтому здесь каких-то проблем я не вижу, откуда все это берется. То, что касается соглашения, я обратил внимание, что там 100 квадратных метров жилья по данным участкам предоставляется. Да, возможно, это не тот объем, который должен быть заключен в соглашении. Но, опять же, с законом не оговорено нигде, какое количество жилья, что по инфраструктуре должно быть построено, что должно быть инфраструктурно, там конкретно только говорим данные пункты. Данные решения, представления данных земельных участков, как Дома устроя, так и другим организациям, проверялись неоднократно, как прокуратурой города, прокуратурой республики, в том числе прокуратурой привозка федерального округа. Даны юридические оценки по данным проверкам. Каких-то нарушений законности здесь не усматривается. В Палате, Стерлитамаке, там также работают комитеты. Такие же есть отделы. Не устраивает в работе комитеты? Может быть. Но раз просмотра, давайте конкретные результаты. Если вы чем-то недовольны, пожалуйста. Кому они были выделены? Евгений Викторович. ООО «Саманта», учредителем которого являлись вы. Вот сегодня самый больной вопрос. Куча жалоб, куча заявлений. У нас самый больной вопрос по выделению земель. И идет сегодня 9 судов. 9 судов у нас находятся в арбитраже. Полиня 72. Кому они выделены? ООО «Эго», да? Поэтому раз мы говорим о принципиальности, давайте смотрите на себя. Уважаемый депутат. И мы не должны стоять. Уважаемый депутат. Как вы? С 17-го июня 2009 года я обращался к главе администрации с заявлением, как депутат горсовета, член земельной комиссии, чтобы расторгнуть по молодежной договор, в связи с тем, что участки по улице молодежной используются не по назначению, и за аренду имеется огромный долг. Но до сегодняшнего дня я ответа так и не получил. Участки застраиваются, участки продаются. Что там происходит? Вот 17-го июля, вот, пожалуйста, все зарегистрировано. Обращение в администрацию. По данным вопросу это уже ответили. В настоящее время у меня имеется несколько обращений. Я посчитал, ко мне проходили депутаты по самовольным застройкам в городе Невтиканский. Это начиная возле торгового центра «Рубин» и кончая всем городом. Мне сказали, что там набираются около 40, извиняюсь, более 30 самовольных построек. Мне сказали, что здесь половина закона, но депутаты проявляют недовольство. Торговый центр «Рубин» построен, его облепили ларьками самовольники. Западный рынок полностью самовольных ларьков. Центральный рынок полностью самовольных. Наши точки, где только сегодня нет, на какой-то момент спрятали на месяц. Кто за это все получает? Кто с этого снимает сливки? Никаких мер вообще вкус не принимает вообще по этому поводу. Это все бьет по магазинам. Добрый день плюс, облепили ларьками вообще. Все самовольные постройки, половина самовольных постройок. Мы выделяем землю. У человека, у предпринимателя, муж, который реализованный лежит, она уже исходит к «Рубин» на четвертый месяц. Выделяем землю, ставится на эту землю ларек, и ничего мы делать не сможем. Курс пищи абсолютно бездействует. Подает на самовольщиках арбитраж, самовольщики завтра все поменяют. Сменятся? Этот жаловек будет стоять и сменится. Как можно на самовольщика подавать арбитраж? О чем вы говорите? Если мы заключили, если у вас есть соглашение с авторынком, не надо тут подсчитывать, я не знаю никаких домостроев. Вы мне два месяца не можете ответить официально, что никаких соглашений, никаких договоров с авторынком аренды не заключено. Причем здесь Евгений Викторович? Причем здесь улица Молодежная? Вот заявление по улице Молодежной. Почему вы не принимаете меры? Идет застройка интенсивная. Участки реализуются. Почему вы не принимаете меры? Вы дайте мне сказать. Вы дадите мне сказать. Вы наказали наш город на 50 лет вперед. Моих детей наказали, внуков наказали. Вы мне дадите сказать. Вот и все, не надо тень на плетей наводить. Вы мне дадите сказать. Вы предоставляете землю, все остановки отдали, почти все. Вы мне дадите сказать. Это рекламное агентство. Почему вы не выставили? Это не одна остановка, не две. Это 10 штук. Почему вы не выставили на аукцион, как просила земельная комиссия? Вы мне дадите сказать. Вот по всем вопросам, которые вы сейчас опять же озвучили, вы опять озвучили, не владея обстановкой. Конечно, я третий год этим занимаюсь, не владею. Вот самовольный киев. Вот сидите, всем владеете. Вот самовольный киевский. Ну так вы же подписываете. Я на претензии тогда не наводите, я вам ничего, ни к вам претензии не делаю. Сейчас имею конкретно. Вы занимаетесь этим першиванием. Кто у нас сегодня пишет в жалобе? Гюрсанов, Мавлиев и он еще сидит, Нигматурин. Потому что вы не проявляете позицию. А если бы у нас орган был под миссабилитетом, все было четко было? Уважаемые депутаты, здесь все, что было высказано, я, конечно, принимаю как личное оскорбление. Я не могу иначе рассудить выступление депутата. Не надо личное оскорбление, здесь дозсовет. Здесь небоса, не рынок. Вы, по-моему, в базар превратили. Здесь, по-моему, Нигматурин, это твоя трибуна сегодня работает. Приведуя дисциплину только. Дивитрий комитет отработал. Выслушали на претензии. Вот иду сагито сидит. К сожалению, владимир вон сидит. Документы были представлены? А сейчас этот вопрос как том? Все раздувается, раздувается. Все подписано. Уважаемые депутаты. Уважаемые депутаты, другие вопросы надо отнестись? Есть определенный порядок. Так, выступать с места, как попало, в Многосовете тоже неуважение к ним задал. По всем самовольным установкам, которые были поданы, они поданы в суд уже. Все ответственность на вас скажут. Так, выступающий брифчик. Извини, может, вопросы есть у вас? Юра, ты смотри, снимательный. Я, например, с Добрый День, каждый день, что-то покупаю, но ни одного дочка не веду. Нет, у вас действительно есть. Есть то, что вот устоять самогольник. Просто так. Они поставили, они платили. Нам, естественно, и платят. Мы на сегодняшний день, поэтому, поскольку, хотя, вот так нам приехать, кран сцепить мы не сможем, так? И нас за это дело накажут. На сегодняшний день эти дела на мой сайт приходит. Я сам, он сам его жалобу написал, приехал с этого, так, вот, значит, незаконно делать. Он говорит, это не касается, это жалоба, это совсем другой вопрос. У нас там даже... Я сам поставил район. Сейчас вот суд подано, сейчас вот она была у меня. Сейчас как уберется это разрешение суда, мы уберем. Он сам же выгодил эту землю. Платца строительства с футбольного поля и спортивно-здоровительного комплекса. Передал он, уступил право. Значит, в какой-то момент Евгений Викторович обращался, заходил в долю гроза. Он владел, то есть продавал на 60% доли устранного капитала, просил 5 миллионов и согласился на 1 миллион 200. Отдал ему автомобиль шеврага, кооптива. И после этого наши интересы разошлись. И вся его борьба за кристальное вещество сводится в конфликт интересов между нами. А то, что там владелец застраивается, люди строят гостиницы, надежные росты и пары. Построят, сдадут эксплуатацию, переведут в другой фронт. По закону все строят. Все проверки уже прошли. Все еще проверяют. Слава Богу, нарушений нет. Уважаемые депутаты, здесь есть правоохранительные органы? Нет. Считайте кто, даже не к кому обратиться в прокуратуру. Уважаемые депутаты, я отращаюсь к председателю. Прошу вас дать мне проверить факт выделения. Мы принимали с вами программу по развитию детского футбола. Прошу вас проверить выделение средств под эту программу, заполнительные в поступлении бюджета. Кроме того, прошу вас дать мне ответ, запросить правоохранительные органы о проверке выделения транса в 1 миллион рублей для спортивного клуба «Саманта» и «Дефиканса». Я сомневаюсь, что эти деньги не выделялись. Этот транс был представителем по приростному федеральному округу президента. Наши документы там фигурировали, но потом исчезли в Уфе. И у меня есть сомнения, что вообще на «Саманту» и «Дефиканса» не выделялись вообще деньги. Распорядитель этих средств, вот вы видите, к чему мы подошли. Мы приняли программу, а сами ее просто забыли. Мне пришлось самому бегать, искать инвесторов. Я нашел одного инвестора. А инвестор совершил такие инвестиции, что мы до сих пор футбол детский не можем развить. И кроме того, что вот так вот дезинформируют население города, он должен был там построить футбольное поле с небольшими трибунами, с раздевалками. Но этого не делается, к сожалению. А теперь начинается с каких-то обстоятельств. У меня есть договор к мури-продолженному. Он меня по весту и делу просто рикетировал. Получается, так? Ты же у нас специально честный депутат. Только город почему-то жить от тебя не хочет. Я разговаривал в промзоне. У всех есть деньги, кто занимается производством. Туда боятся, из-за молодежи приходят. Инвестиции боятся. Вот и все. А то, что ты там оговаривал, мы вам говорим все же. У депутата есть вопросы? Я разбираю. Сступающий. Уважаемые депутаты, на рассмотрение Совета городского округа представляется программа профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения безопасности населения и территории городского округа города Павтикамска, республики Башкортица на 2010-2012 годы. Представляем программу разработана антитеррористической комиссией администрации города городского округа в соответствии с федеральными законами номер 35 о противодействии терроризму, номер 114 о противодействии экстремистской деятельности и решения антитеррористической комиссии республики Башкортостан о комплексном плане профилактики терроризма и экстремизма, обеспечении безопасности населения и территории республики Башкортостан на 2009-2012 годы, номер 3. Обеспечение безопасности населения и территории от угрозы терроризма и экстремизма, предупреждение и плещение распространения террористической и экстремистической геологии – одна из задач концепции национальной безопасности как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне. На территории городского округа 19 объектов экономики являются потенциально опасными. Имеются два химически опасных объекта, использующие в производстве аммия, а также на территории городского округа расположено 16 взрывопожарных объектов, вблизи которых проживает население. Целью данной программы ставится создание в городском округе современной системы работы по предупреждению и пресчению террористической геологии с целью государственной политики Республики Башкортос СССР в вопросе профилактики и терроризма, и экстремизма. Предлагаем на рассмотрение инвестиционную программу АУБашкин Энерго подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям и источникам в целях создания технологического присоединения на 2010-2013 годы по городу Нефтекамск. Редактор субтитров А.Семкин